Добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня, как уже было помянуто, я расскажу вам про трехмерную печать в современной биологии. Пару слов о себе. Я закончил Бауманский университет, являясь по образованию инженером, но, закончив Бауманку, я поступил на биофаг МГУ в аспирантуру, где я занялся работой над нейрокомпьютерными интерфейсами в лаборатории Каплана. Таким образом образовалась моя связь с биологическим миром. И когда впоследствии я, сначала используя активную 3D-печать в своей работе, потом, в силу ряда очень удачных событий, став разработчиками и владельцем компании Printbox, я продолжил помогать некоторым биологическим проектам, участвовать в некоторых биологических проектов и активно используя 3D-печать. Поэтому я расскажу про свой опыт в трехмерной печати, продемонстрирую наш последний 3D-принтер Printbox White. Также немножко я принес моделей напечатанных на этом бринтере. Сейчас тут перевозка не совсем прошла хорошо, поэтому кто захочет, может посмотреть модели, качество печати. Да, если что, гориллы — это расстаточный материал. Кому нравится, могут взять. Итак, что такое трехмерная печать? Это послойное создание модели физической по трехмерной цифровой модели. То есть вот на слайде модель черепа тираннозавра, и она же напечатанная на 3D-принтере. Послойно, как вы можете видеть на живом образце, он экструдером, расплавляя через горячий экструдер, расплавный пластик выдает в точно определенных точках, точно в определенной траектории, и таким образом наплавляет модель. Это самая распространенная технология трехмерной печати, называемая FDM. По-русски ее называют экструзионной печатью. В том числе все наши 3D-принтеры, я имею в виду компания Printbox, это как раз пока что FDM. Мы чуть позже в презентации коснемся и других технологий трехмерной печати, и я расскажу чуть подробнее о них тоже. Из личного примера. Модель органической молекулы очень сложная, это ионный канал. Если кому-то интересно, это хлорный ионный канал. В программе Pymow открыта его трехмерная структура в виде PDB-файла, и он был преобразован в трехмерную модель и распечатан на 3D-принтере по реальным экспериментальным данным. Получилась очень красивая модель высокого разрешения. К сожалению, я ее не смог привезти, потому что оригинальная модель уже успела уехать в Германию, а новую я просто не успел распечатать. Еще один ионный канал, очень красивый, на питерской выставке Science Fest. Многие посетители принимали его за коралл. Также, как я уже упоминал в работе с нейрокомпьютерными интерфейсами, которые, кстати, мы на одной из прошлых лекций вместе с Рафаэлем Григорианом здесь показывали на живом человеке, как работает нейроинтерфейс. Надев шапку на человека, он направлял. Правда, вводя определенные команды на экране. Здесь был проект по созданию экзоскелета для реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Если мы ассоциируем некоторые намерения мозга привести в движение палец парализованной руки, и эти намерения будут детектированы с помощью нейрокомпьютерного интерфейса и приведены в жизнь с помощью исполняемого устройства вроде экзоскелета, то у нас с помощью такой тренировки мозг с большей вероятностью сможет обучить другие зоны взамен умерших управлять своими пальцами. Таким образом, это может ускорить реабилитацию. Для такого проекта как раз мной был спроектирован, изготовлен такой экзоскелет. И создан на 3D-принтере. Он хорош тем, что получился достаточно легким, так как 3D-принтер умеет различные… Он может модель не полностью заливать пластиком, как будто бы она летая, а делать ее пористой. Допустим, сотовой структурой внутри, поэтому модель получается прочной и при этом очень легкой. Это уже не касается моих работ, но не мог не привести, как пример использования трехмерной печати в биологии, различные микрочипы для микрофлюидики, которые уже изготавливают с помощью 3D-принтеров, причем это технология FDM. Да, специально усовершенствуют 3D-принтер, ставят несколько экструдеров, чтобы мог разными типами пластика печатать. Отлаживают хорошо программу слайсинга. Программа слайсинга – это программа, которая преобразует трехмерную модель. Если кто-то знает характерно известные форматы типа 3D-MAX, инвентора, они могут быть программой слайсинга, преобразованы в программу, чтобы на русский перевести слайсинг, рассечение на слои. В набор сценариев для движения печатной головы. Соответственно, такой сценарий уже подхватывается 3D-принтером, он имеет стандартный формат, G-code, и по нему создается модель. Также, например, тоже не из моей уже работы, череп Homo Naledi, который был отсканирован. И сейчас каждый желающий может скачать его с интернета и распечатать на 3D-принтере детальную копию с той точностью, с которой позволит 3D-принтер, и с той точностью, с которой сработал 3D-сканер, когда подготавливается трехмерная модель. Достижения в медицине. FDM-печать активно сейчас применяют для печати уже клетками. Тогда, конечно, в экструдер подается, безусловно, не пластик, а полимер, содержащий живые клетки. Это, конечно, совершенно другой принтер по своей реализации. То есть кинематика остается та же самая, что-то выдавливается на стол послойно, но понятное дело, что живые клетки ни в коем случае не плавят при температуре 220 градусов, их просто при нормальной температуре выдавливают вместе с неким вязким гелем. И вот в Принстоне сделали бионическое ухо. В компании Invitro активно разрабатывается отечественный 3D-принтер, именно заточенный на 3D-печать живыми клетками, 3D-биопечать. Это, безусловно, не входит в сферу сейчас интереса компании Printbox. Мы занимаемся принтерами, которые работают с пластиком пока что. Может быть, в будущем перейдем на производственный принтер, который печатают металлом, но в биополимерный пока мы не идем. Трехмерная печать, результат трехмерной печати сердечного клапана, который был успешно имплантирован в овце. Тоже распечатано полимером, который содержал живые клетки. Потом распечатанный объект помещался в питательную среду, где эти клетки разрастались. Подробнее по технологии биопечати, безусловно, именно биопечать живыми клетками, безусловно, это нужно консультироваться с теми биологами и смотреть статьи, которые это все реализовали. Также китайцы сделали очень интересный 3D-принтер, который позволяет печатать сосуды. И провели успешные эксперименты на макаках. Здесь на слайде представлены 3D-принтеры компании Printbox. Когда мы купили компанию… Так, сейчас. Я просто смотрел красную точку. А, да, можно вызвать. Когда мы только купили компанию, был только вот этот принтер, который в углу Printbox One. Все остальные, включая самые последние, это уже после того, как мы ее компанию совершенствовали и серьезно совершенствовали сами 3D-принтеры. Что интересно, безусловно, чипы, комплектующие микросхемы, естественно, китайские, но само железо, экструдер, корпус, металлоконструкции – все отечественное. Свои разработки и в Москве же и произведено. Принтер. Тут можно и не на слайде показывать, а просто уже на живом образце. Имеет закрытую камеру, которая позволяет ему очень хорошо печатать ABS пластиком. магнитная крышка для боковой загрузки пластика и быстрого извлечения. Если интересно, пластик поставляется на такой катушке. К сожалению, просто сейчас, когда выгружали принтер, немножко поломали катушку, к сожалению. Да, печатает, так что все хорошо. Тут просто мое эстетство. Он полностью может работать автономно от компьютера, то есть печать с SD-карты, но также, если необходимо подключение к компьютеру и непосредственно управление с компьютером, это тоже все реализовано. Сзади есть USB-порты. Также мое небольшое эстетство – кнопка «Крышка защиты от дурака». Если по нашему опыту, во время работы с прототипом Printbox White многие сотрудники нажимали случайно на кнопку «Выкол», путая ее с кнопкой включения-выключения света, поэтому теперь есть крышка, которая не позволяет его, по крайней мере, случайно отключить. Так, теперь поговорим про… А, ну да, на слайде показано как раз внутреннее устройство принтера. Это экструдер, который, кстати говоря, очень легко чистится. Достаточно открутить один прижимной винт, отбросить рычаг, и полностью становятся доступны все внутренности экструдера, что позволяет очень легко его чистить, то есть не нужно ничего разбирать, если что-то заклинило, заело, забилось. Свои разработаны платы драйверов шаговых моторов. Стол легко юстируется. И поговорим теперь про следующую технологию трехмерной печати. Я обещал, что расскажу про другие технологии. Называется SLS. С моей точки зрения, очень перспективная технология. Может быть, одна из самых перспективных технологий трехмерной печати. Сейчас слишком дорогая, но в будущем при развитии, в том числе и лазерной техники, она должна стать доступнее, и у нее много интересных перспектив. У нас теперь есть две камеры, одна из которых полностью заполнена порошком, вторая на старте не заполнена сначала ничем, то есть первый стол стоит наверху, второй стол, подающий пластик, стоит внизу. И с печатью каждого слоя на слайде разровнитель порошка ракель нагребает тонкий слой порошка на стол, после чего лазер быстро проходит и испекает этот слой. Итак, с каждым последующим нанесением все нового-нового слоя порошка идет послойное испекание лазером, и получается модель абсолютно любой формы. Если бы мы работали с технологией FDM, и у нас была бы какая-то сложная очень модель с нависающими элементами, то экструдер бы не смог его печатать на весу, он не может выдавливать пластик просто на воздух. Нам пришлось бы делать какие-то поддерживающие, встраивать в модель специальные поддержки, некие элементы, которые потом бы отламывались. СЛС-технология позволяет абсолютно любую геометрию запустить в один прогон, и при точном лазере, хорошем лазере, при мелкодисперсном порошке получится модель идеального качества с абсолютно любыми ажурными конструкциями, очень сложными. В том числе СЛС-технология позволяет очень хорошо печатать металлом. Это, конечно, требует камеру, либо закачанную мертвым газом, либо вакуумную камеру, по крайней мере с техническим вакуумом, но все это реализуемо. Примеры печати сердца по данным МРТ с технологией СЛС, скелет динозавра, который напечатался, также СЛС-технологией. Активно используется такая технология трехмерной печати в медицине. Как я уже говорил, можно печатать металлом, поэтому такой технологией печатаются импланты, в том числе и с титаном. Более того, их можно сделать, как я уже упоминал чуть ранее, пористыми. Тогда будет лучше врастание костной ткани в такие импланты, лучше будет приживаемость этого импланта. На макете показана восстановленная тазовая кость с помощью такого импланта, изготовленная технологией СЛС и успешно имплантированная в Китае. И поговорим про еще одну технологию. полимерное лазерное спекание или стереолитография называется. Крайне интересно выглядит, потому что модель печатается вверх ногами. Как все это устроено? У нас платформа печатная или печатный стол опускается вниз. Здесь у нас ванна, в которой находится жидкий полимер, фотополимер, который полимеризуется ультрафиолетовым лазером. У нас печатная платформа опускается вниз, пока между поверхностью этой платформы и дном этой камеры дно прозрачное не будет толщины одного слоя. Это может быть там и 100 микрон, и 10 микрон. 10-20 микрон ниже сейчас обычно с СЛС даже не работают, но в принципе реализуемо. И лазер снизу проходит по дну печатной камеры, лучиком рисуя форму первого слоя. И дальше печатная платформа просто поднимается немножко наверх. В некоторых версиях таких принтеров еще и идет процедура перемешивания полимера, но это уже зависит от реализации. И просто принцип действия. Платформа идет вверх, полимер сам просто под действием гравитации, естественно, подтекает. Он все время находится в нижней части емкости. И лазеру остается только лишь проходить снова и снова, нарисуя новые свои модели. Визуально это смотрится, как будто стол вытягивает просто из лужи уже созданную модель. Она получает с высокой точностью. Ее ценят очень SLS-печать ювелиры. В том числе ее очень активно используют в стоматологии. Стоматологические капы, распечатанные с помощью технологии SLA, стереолитография. Она позволяет быстро по либо результатам либо трехмерного сканирования, либо результатам моделирования получить трехмерную модель и очень быстро ее распечатать. Многие смолы, часть смол для стереолитографии, конечно, токсичные, которые используются в производстве, но для медицины уже успели разработать просто более дорогие, но экологически чистые, биосовместимые смолы, которые можно использовать в биологических проектах, в медицинских. Это зубные импланты, которые изготовлены методом трехмерной печати, также по технологии SLS. И хотелось бы рассказать про перспективы этой технологии. Первым пунктом я выделил трехмерную печать органов, безусловно. Об этом уже многие говорят. Да, есть определенные успехи в печати так называемых органных конструктов. То есть некая группа клеток, которая более-менее ведет себя так, как должен вести себе орган. Не все из этого, конечно, имплантировались даже животным. То есть какие-то простые вещи типа сердечного клапана имплантировались. Трахею, если я правильно помню статьи, даже вроде бы искусственно вырученную трахею пересаживали человеку. С сосудами это все еще эксперименты на приматах. Но в дальнейшем, конечно, отладка печати органов крайне перспективной был бы. Не был бы, а это будет крайне перспективным проектом, просто потому что, если это возможно реализовать физически, то если это очень востребовано, это будет реализовано. Адаптивное изготовление протезов и имплантов активно уже используется. В частности, и отечественная компания Моторика активно делает протезы для детей, в том числе с помощью трехмерной печати. Изготовление проточных биореакторов, микрореакторов для биологии это уже используется. Более того, разрабатываются материалы, которые выдерживают различные весьма жесткие реактивы, в том числе кислоты. Кстати, мы собираемся одну из следующих версий принтера оснастить экструдером, который позволит печатать такими пластиками. Они более тугоплавкие, более высокотемпературные, но это все реально, и это востребовано. Быстрое изготовление сложных экспериментальных оборудований, в том числе одноразовое применение. Часто для экспериментальных работ требуется какое-то новое устройство, даже самый банальный корпус. Это уже из личного примера. Я не стал выносить в качестве отдельных слайдов, когда изготавливались просто корпуса энцефолографов быстро на 3D принтере. То есть сразу проектировать подплату, изготавливать. Сейчас я предлагаю, кому интересно вблизи посмотреть 3D принтер, можете подойти. Я буду рад рассказать, показать вживую, кому интересно посмотреть на трехмерные модели. И, кстати, я могу пустить по рядам. Пустить, я думаю. Давайте, наверное, с вопросами разберемся, потому что вот сразу хождение… А, моделей? Да, лучше модель по рядам пустить. Хорошо. Я сейчас пущу модели по рядам, потом вопросы и покажем принтер. О, давай, давай, давай. У замка отломалась ножка, но это… Нет, замок тоже пускаю, но отломается, потом приклеим. Да, просто этот распечатанный в высокой детализации из мультика Миядзаки, кто знает, Ходящий за Махаула, красивая модель. У нее, к сожалению, при транспортировке немножко отломалась одна ножка, она болтается, но я ее подклею. Да, и оставшийся горилл тоже надо пустить. А, все, 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 все. Да, 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 две руки. Да, и я буду рад услышать ваши вопросы. Да, поднимайте руки, я к вам подойду с микрофоном. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Мне вот хочется узнать, а что будет, если шатнуть принтер во время печати? Попробуйте, он достаточно тяжелый, 23 килограмма. Нет, ну а если посильнее шатнуть? Ну, смотрите, вы можете попробовать. Так или иначе, при очень сильном ударе, при каком-то сейсмическом, конечно, какие-то смещения слоя, слоя вы заметите. То есть банально там может прогнуться от какого-то удара кронштейн стола или отпружинить. Это все возможно. Кстати, стол закреплен на четырех пружинах, жесткие каленые пружины и четыре угловых винта для юстировки платформы. Когда идет печать первого слоя, нужно иногда подюстировать, чтобы очень ровно лег пластик. Ну, шатнете, потом, когда уже будете смотреть, может быть, даже сразу ничего не заметите, потом уже в модели увидите, что там полоска одна чуть отличается от остальных. Один слой. Спасибо. Пример. Спасибо за лекцию. Скажите, какие типы пластиков вы используете конкретно в вашей компании? Стандартные типы пластиков для печати сейчас золотой стандарт. Пыла – это биоразлагаемый пластик, экологически чистый и АБС. АБС более токсичный для производственных задач, более прочный и пыла для всех обычных. Сейчас мы пыла печатаем. Именно вот в данный момент. Правильно я понимаю, что биоразлагаемый пластик вы тоже используете? Вот он сейчас печатает биоразлагаемый касс. Хорошо, спасибо. Вот, кроме этого, есть флекс гибкие пластики, пластики на основе фтора для очень специфичных задач, которые, как я говорил, если нужно, что модель кислоты не растворяли, еще что-нибудь. Это можно использовать, оно более токсично, нужна вытяжка, но это есть все. Спасибо. Да, пластик, кстати, не мы производим, если что. Так, руки. Скажите, пожалуйста, я правильно поняла, у вас вот этот слой сейчас где-то там порядка 10 микрон на разрешение? Нет, нет, нет. Сейчас он печатает 0,2 миллиметра. Собственно, это 200 микрон. 200, да. 20 микрон легко, можно выйти на такой слой, просто модель будет печататься очень долго. А есть такое направление, кто-нибудь этим занимается, печать вот уже на уровне, пусть там гигантской, какой-нибудь живой клетки? На уровне живой клетки не думаю. То есть печать... Клетка 10 микрон, где-то, ну, средняя, во-первых. Но, понимаете, чтобы печать на уровне клетки, вы имеете в виду, что там нужно уже отдельные микроны. И молекулы соответствуют. Да, это все-таки пока что... Я понимаю, что это все реализуемо, но пока я не слышал про такие образцы. Нет таких работ. Не слышал. Спасибо. Может быть, где-то есть, но нет информации. Скажите, пожалуйста, а есть ли 3D-принтеры, которые реализуют печать керамикой? Ведь среди вот этих вот скафолдов для биологии есть керамические материалы. Смотрите, с керамикой ситуация такая, что, опять-таки, не слышал про печать керамикой, именно керамикой. Какие-то специфические материалы порошковые, которые включают в себя частицы полимера, керамики, дерева, еще что-нибудь это есть. Более того, например, есть даже материалы для FDM-принтеров, которые включают в себя металлические частицы, в том числе и керамические, которые, к слову, очень хорошо съедают потом экструдер, потому что они обладают абразивными свойствами. Просто сопло приходится часто менять, оно все равно расходует материал, но оно вылетает, они быстрее. Но именно чистой керамикой, что принтер печатал, да, я понимаю, что теоретически можно сделать что-то технологией SLS. Более того, яркий пример, сам был, что называется, в шоке. Какой-то большой фанат трехмерной печати построил, и это уже не коммерческий принтер, это именно фанат, построил огромный SLS-принтер, причем без лазера. Отвез его на пикапе в Сахару. Вместо лазера у него мощная система линз, которая так фокусирует солнечный зайчик на слое порошка, который ракель наметает с каждым слоем печати модели, что этот очень мощный и очень яркий солнечный зайчик спекает песок до стекла. Это отдельный просто, это примерно как там царь-пушка. Да, сделать можно, серийно не особо приемлемо, но вот да, так можно. С керамикой, безусловно, если собрать мощный лазер, естественно, керамику можно спечь, видимо, в том числе и до стеклянного состояния. Не видимо, а точно. Вопрос мощности. Для нашей компании я, конечно, рассматриваю пока в первую очередь разработку SLS принтеров настольных. Это, естественно, автоматически с полупроводниковыми лазерами, потому что всякие CO2 трубки и супермощный лазер это уже не настольный принтер, это блок питания лазера и система охлаждения лазера, это просто шкаф еще один. Физически можно, да. А расскажи, в принципе, какими материалами на данный момент печатают в мире. Как уже упоминал, PLA, пластик, ABS. Пластик – это золотой стандарт, которым печатают практически все. Единственное, ABS требует закрытой камеры, но на этом его капризность заканчивается. Есть разные гибкие пластики типа Flex, Rubber, практически как резина. Тоже очень распространены. А где применяется? То есть материал и сфера применения, вот если можно. Вот тут самое интересное начинается, потому что у каждого материала, во-первых, у них сфера применения очень пересекающаяся, во-вторых, зависит от фантазии того, кто делает. То есть на одном и том же материале делают и авиамодели, на одном и том же материале можно сделать бионические протезы, из этого же материала можно сделать корпус для какой-нибудь электроники и какой-нибудь прототип еще для чего-то. Да, еще один недавний пример. Это совершенно уже не область биологии, но раз заговорили о применениях. Клиент, который купил некоторое количество наших принтеров, пришел на ремонт его принтер, который уже год-полтора наверное отслужил в режиме нон-стоп, и разговор зашел о том, что на нем печатали АБС пластиком. Как выяснилось, на нем печатали ни много ни мало обвеса для автомата Калашникова. Да, АБС. Ну то есть партия принтеров ушла на производство Калашников, где изготавливались естественно не несущие части, не то, что отдачу на себя принимает это безусловно все части либо металлические, либо из каких-то более жестких материалов, чем пластик, но различные накладки на ручки, накладки на цевьё, то, что не настолько нагрузочно, как выяснилось, им выгоднее печатать, нежели делать литьём. То есть при некоторых парах, я всегда считал, что трёхмерная печать в производстве это скорее прототипирование, но вот уже я просто сталкиваюсь на практике с тем, что трёхмерную печать начинают использовать просто в производстве для серии деталей, для изготовления деталей партиями. А вот какие-то экспериментальные может материалы есть, которые только пытаются вводить? Экспериментальных материалов есть и много, в том числе у меня в офисе лежит моток пластика на основе фтора, который наши биологи, знакомые, купили из Англии, и которым пока ни один из принтеров, с которым они сталкивались печатать, так и не смог. А в чём особенности этого? Он во-первых, тугоплавкий, но биологам он интересен тем, что он не разъедается никакими кислотами, крайне химически инертен, кроме того, он тугоплавок, он интересен с точки зрения изготовления подшипников, так как он самосмазывающийся, и из-за этого он очень плох для трёхмерной печати, потому что мало того, что его нужно разогреть до высоких температур, тут ещё и проблемы с припеканием слоя к слою при наплавлении. Но я думаю, что немножко поколдовав с экструдером, можно заставить его печатать и этим пластиком тоже, просто это вопрос разработок и… А кроме пластика, там, не знаю, стекло, вот что-нибудь такое? Со стеклом это мы сразу переходим в сферу SLS, то есть если порошком берёте мощный лазер, порошок чего-нибудь, что вообще можно плавить, что не горит, стекло как раз подходит и послойно спекаем. А здесь, если стеклянные элементы вплавить в полимер и просто выдавать расплавленный полимер вместе с этими стеклянными волокнами или стеклянными компонентами, то, конечно, печать будет. А в био… Ну, в медицине же известно, сейчас пытаются развивать направление 3D-печать органов, вот что-нибудь про это подробнее. Можешь рассказать? Да. С трёхмерной печатью органов, я уже упоминал, замешивается полимер с культурой клеток, которыми нужно печатать. У принтера создаётся принтер с несколькими экструдерами, в каждой из которых заряжен полимер со своими клетками. И вот он как из конструктора набирает вкрапление нужных клеток вместе с этим полимером, он не может просто так выдавать по клетке. Если принтер будет выдавать просто клеточную массу, оно не будет держаться никак. Поэтому есть некая связующая среда в виде этого полимера, который наплавляется, выдавливается по сути из больших шприцов. очень точно. После этого напечатанная модель помещается в питательную среду, постепенно клетки разрастаются, полимер становится всё меньше, он постепенно ещё и вымывается, и вырастает некий органный конструктор. С этим экспериментирую сейчас, я сказал так смело, компания Invitro, скорее всего, это дочерняя фирма компании Invitro, но они активно… Имеется в виду в России? Да, в России. Они активно вкладывают в эти разработки. А в мире есть какие-то… То есть, чего максимум получилось добиться в этом направлении? Вот я как раз приводил на слайде пассивные элементы человеческого тела, вроде трахеи, которая просто по сути жёсткая трубка из клеток, хрящи, сердечный клапан, их печатали и даже имплантировали. трахеи вроде бы в человека и сердечный клапан в овцу. Это было успешно. Более сложные органы, которые ещё и должны проводить внутри себя химические реакции, к примеру, щитовидная железа, ещё что-нибудь, с ним всё-таки слишком много времени потребуется ещё на отладку, потому что мало того, чтобы химические реакции, нужные в этом органном конструкте шли, нужно, чтобы они все шли ещё с правильной интенсивностью, потому что иначе просто у человека сойдёт с ума весь обмен веществ. Но какой-то орган получилось напечатать? Вот органов, насколько мне известно, пока напечатать не получилось, но получилось напечатать органные конструкты. То есть органные конструкт щитовидной железы. Есть некая группа клеток, которая более-менее ведёт себя так, как подобает вести щитовидной железе в некоторых допущениях. И это нужно дальше разрабатывать, чтобы наконец через какое-то время, через какое-то время научных работ оно превратилось в действительно щитовидную железу, которую можно имплантировать. Так, есть ли вопросы? Лучше не с места, а в микрофон. Так, давайте тогда я пущу микрофон и заметьте, кто поднял, и передавайте руки, микрофон через руки. Да, спасибо. У меня ещё один вопрос появился. Мне кажется, что как-то получается с помощью 3D-принтера немного более затратно печатать что-то биологическое, чем вырастить из половых клеток. Спасибо. То есть не получается ли это более экономически по времени и экологически затратно, как раньше делали, скажем, раньше. Как показывает практика, технология трехмерной печати, она очень стремительно дешевеет. Поэтому скорее всего в перспективе оно будет просто быстрее. Так же как примеры уже из производства. Да, можно сделать матрицу и литьём изготавливать, но выясняется, что быстрее, когда ещё небольшая партия, нарисовали трехмерную модель и сразу запустили в печать, всё сделали. Так же и в биологии. Когда биопечать достигнет определённых результатов, да, будет быстрее печатать, чем растить из клеток. Но кроме того, если я правильно понимаю, опять-таки просто так из стволовых клеток вырастить сердце или почку пока вроде бы не удавалось. Всё равно живой организм, внутри которого это будет расти. или я может быть что-то не знаю. Не удавалось. Что? Не удавалось. Ну вот да. Когда есть технологии, которые дают надежду на то, что можно уже из определенных групп клеток собрать как из конструктора лего, некий орган, порастить уже его и он будет вести себя так, как должен вести себя полноценный орган человека. Да, это дает потрясающие перспективы по замене постепенной отмирающих органов. Ну или повреждающихся органов, заболевающих органов. Но тут уже вопрос. Спасибо. Данил, спасибо большое за лекцию. У меня технический вопрос по поводу использования клеток в 3D-принтере. Получается, там поддерживаются стерильные условия? Да. А как это достигается? Просто интересно. Фактически это просто ламинар со встроенным 3D-принтером, если я правильно понимаю. То есть это безусловно не вот этот аппарат, который вы видите. Это просто для печати из пластика разных прототипов. Ну или мелкого производства. Понятно. Либо корпусов для чего-то биологического. Ну ясно, я просто думала, как это технически реализуется. ламинар. Ясно. Спасибо. У меня вопрос. У кого-нибудь в аудитории есть 3D-принтер собственный? Поднимите руку. Кого есть? Один, два, три. Если не секрет, а что именно вы печатаете у себя дома? Я просто не пытаюсь представить в быту, как это используется. Пластиковый пистолет? 3D-моделирование? Ну да. Масштабные модели, что угодно. А полдатик по детали, как это будет. Так. Детали, развлечения. Давайте я дам микрофон. У нас просто не совсем быту. У нас получается такое небольшое, скажем, производство пресс-форм. И соответственно на 3D-принтерах мы сначала отрабатываем по сути 3D-модель того изделия, которое потом пойдет для создания пресс-форм. То есть именно то, что будет через пресс-форму создано. То есть это себя по сути оправдывает. И небольшая ремарка. Сейчас просто про трахею говорили очень много. То есть вот про искусственную трахею. На самом деле получилась там ситуация, что из 9 пациентов, которым была сделана имплантация искусственной трахеи, 7 из них умерли. Через 2 месяца после операции из-за того, что организм отказывался принимать вот эту конструкцию, хотя она была сделана из стволовых клеток, взятых у пациента, и соответственно вот этой вот основной трубки, которая была отработана. Спасибо, буду знать. К сожалению. Да, поэтому 2 пациента на момент публикации последней находились в реанимации. Скорее всего, если они не дождутся донорской трахеи... Про вот этот эпизод не знал. То есть про то, что проведена была имплантация трахеи, знал, это была очень шумная история. Про последствия не знал. Спасибо, что сказали. Такого, кстати, не бывает, если орган выращивается из стволовых клеток, просто сам выращивается без вот 3D, ну, без использования 3D печати какой-то. То есть, ну, вот... Но из... А, ладно. Хотел... Так, сейчас. Здрасте. Я бы хотела вас немножко поправить. Я просто проходила стажировку в компании 3D Bioprinting Solutions, да, и там не полимер, а используется коллагеновая смесь. И сейчас неподобрана температура для того, чтобы все это дело нормально выдавливалось и быстро застывало. То есть, никаких синтетических полимеров там... Да, тоже спасибо большое за дополнение, за поправку. Я считал, что полимер. Спасибо за вашу презентацию. Маленькую поправку. Я тоже проходил там стажировку. Они нашли такие, как гидрогель, в общем, да, нормально напечатать. Да, это компания 3D Bioprinting Solutions, дочерняя фирма. Я забыл просто ее название. Да, в защиту еще биопечати хочу сказать, что трахея была не напечатана, это была дециллеризованная ткань от кадавра. То есть, от трупа брали, удаляли все клетки, оставляли только в неклеточный матрикс, а потом заселяли. У меня вопрос технического плана. Скажите, пожалуйста, вы прошивку сами делали, чтобы он G-код разбирал? Ну, смотрите, сейчас для FDM принтеров прошивку с нуля писать на данном этапе развития этих мероприщатий смысла нет. То есть, есть достаточно много прошивок с открытым исходным кодом, когда просто достаточно взять уже готовую базу и ее просто адаптировать под свои цели. И это очень быстро и легко можно сделать. В частности, этот принтер работает на основе Repeater Host Firmware. Repeater Firmware. Спасибо. Так, где-то здесь видел руки. Добрый вечер. Repeater Firmware. Данил, да. У меня такой вопрос из будущего, можно сказать. некоторая часть футурологов пророчат нам наличие принтеров дома. И пророчат это как мультипечать. То есть, я что-то заказываю из интернета, ну, например, велосипед, получаю там или инструкцию, или программу, заряжаю ее в принтер и, в общем-то, езжу уже на своем велосипеде. У меня вопрос. Насколько по вашему мнению это возможно? Если это возможно, то, ну, примерно когда? Я более скажу, что это уже здесь. Потому что уже есть магазины интернет, где трехмерные модели под 3D-печать покупаются за деньги. Просто модель слайсится и печатается то, что понравилось. То есть, там куча вещей, в том числе для уже упомянутого косплея есть в интернете и в платной версии бесплатной. Народ скачивает, печатает себе то, что хочет. А расскажи подробнее, что именно в этих магазинах можно найти? Пример. Вы посмотрели фильм Звездные войны и вам очень понравился какой-нибудь бластер Хана Соло или еще какой-нибудь бластер. Вы идете в интернет, либо находите там бесплатную модель, либо смотрите, что есть еще чуть дороже, там за 10 долларов целых. Есть платная, но зато очень детализированная модель по частям, которую можно запустить на печати, потом из всех этих деталей собрать себе, распечатать себе такую сборную модель, склеить ее, собрать себе и вот ходить с бластером из любимого фильма, распечатанного в натуральную величину. Это уже здесь, это уже есть просто физически. И народу, у которых 3D-принтеры есть дома, тоже много, поэтому все это... То есть есть спрос на модели для трехмерной печати, есть спрос на принтеры... А какие примеры еще товаров вот этих, которые можно скачать и распечатать? Масса всего для молекулярной биологии, и так как ученые часто очень большие альтруисты, очень много из этого всего бесплатного. То есть различные гребенки для форезов, держалки для пипеток, целые проекты лабораторных роботов, которые делаются с помощью 3D-принтера, потом просто оснащаются моторами. Это все есть. А что-нибудь сложное? Смотрите. Там многосоставное что-нибудь работающее. Многосоставное лабораторный робот, в который вы ставите планшеты многолуночные, в который ввинчивается пипетка, и которая раскапывает вам за вас все, что нужно. По-моему, это достаточно уже сложная штука. А, только движок остается купить к такой штуке? Ну, движок, либо какие-то элементы конструкционного профиля используются, но связующие элементы легко печатаются на принтере, кронштейны для всех тех планшетов печатаются на принтере, то, что держит пипетку на принтере печатается. Насколько примерно можно сэкономить условно-рыночная цена против стоимости вот такого предмета, скачанного через интернет и распечатанного? Если мы говорим про лабораторные вещи, то тут цена будет совершенно чудовищной, потому что все, что связано, кто знает, все, что связано с различной лабораторной техникой, сертифицированной и прочее, оно очень на рубли, на многие сотни тысяч может быть. Короче, на порядке. Да, конечно. Даниил, спасибо за лекцию. Я, к сожалению, не проходила стажировку, не могу ничего добавить про трохеи. Я хотела вот что узнать. Сегодня шла речь о трех технологиях печати FDM, SLS и SLA. SLA. Вот я хотела узнать, как они различаются по скорости печати и какая из этих технологий наиболее перспективная, если говорить об использовании этих технологий в производстве и в более бытовом плане. В бытовом плане вот самое перспективное. Оно и сейчас самое дешевое и самое перспективное в бытовом плане. То есть FDM принтер, этот наш стоит 125 тысяч, есть FDM принтеры, которые можно купить и за 10, и за 13 китайские. Да, там будут вопросы в плане качества печати, но опять-таки смотря, что вы хотите печатать, маленьких солдатиков с ювелирной точностью или там какую-то, не знаю, заглушку для замены какой-нибудь вышедшей из строя, очень грубой какой-нибудь детали. Там нет таких требований к качеству. FDM принтер чем хорош? Можно зарядить уже упомянутым пола-пластиком, который экологически чистый, биоразлагаемый, он не воняет, дома стоит спокойно тихий принтер, печатает, все хорошо. Когда у вас дома SLS принтер, который порошковый, там есть проблема с так называемой археологией. То есть, когда у вас принтер допечатал, у вас есть камера, полностью забитая доверху порошком, из которой нужно выкопать эту модель. Порошок мелкодисперсный, поэтому даже при очень аккуратном обращении с принтером, ну, как минимум, комната в этом порошке вся будет точно. Все, я поняла, спасибо. С SLAM поправка в том, что сами полимерные смолы, большая часть из них токсичны пока что. Вытяжка, то есть нужна. Это не цианид, безусловно, в воздухе, не настолько все плохо, но, наверное, печатать на таком принтере постоянно дома или в комнате, где спишь, наверное, не стоит. Кроме того, модели, которые напечатаны SLAM, их нужно потом отмыть от остатков не полимеризовавшейся смолы. Это все еще некие процедуры, то есть промывка модели потом идет. CFDM просто схватил модель со стола, когда закончил и все, вот она. Расскажи, что на данный момент в законодательном плане в 3D-печати, потому что есть достаточно такие известные моменты, вот наверняка ты знаешь про чувака, который создал работающую, так сказать, 3D-модель пистолета и выложил это в открытый доступ, и там в Америке по поводу этого огромный там спор, скандал и прочее. То есть, есть ли какие-то отголоски в законодательстве там, есть ли какие-то отголоски здесь? Скажем так, к счастью, пока что никому не пришло в голову законодательное ограничение 3D-печати, это нормально, потому что если мы говорим про производство оружия, то извините, а почему мы тогда законодательно не ограничиваем производство и продажу фрезеровочных станков и токарных станков, на которых вообще говоря, оружие изготавливать проще, лучше, и оно по крайней мере будет выдерживать больше, чем один выстрел с гарантией. Понимаете? То есть пример из истории, когда в Питере на судостроительных верфях и тракторных заводах вовсю изготавливались пистолеты пулемета Сударева крайне неквалифицированным персоналом, потому что просто была колоссальнейшая нехватка кадров. При этом все это оружие прекрасно стреляло. У них не было 3D-принтеров, у них были токарные фрезеровочные станки, у них было железо, из которого это можно точить. То есть простой проект и это можно изготовить. Поэтому утверждать, что появление трехмерной печати просто развязывает руки террористам, ну знаете, террористам неинтересные пистолеты, которые напечатаны на 3D-принтере и которые выдерживают один выстрел мелкашкой. Ну, от силы два. Но я имею в виду то, что есть ли какие-то законодательные ограничения на 3D-печать в мире? Нету, нету. И к счастью нету. То есть к счастью никому не пришла в голову такая в кавычках светлая мысль, что да, еще и трехмерную печать нужно ограничить, а вдруг кто-то на нем сделает оружие. Но там вроде как человек, если я не ошибаюсь, который хотел выложить, ну то есть он разработал этот пистолет, хотел выложить в сеть, если я не ошибаюсь, его сейчас в педофилии обвинили, так что видимо в любом случае руки законно до него дотянулись. Причем его обвинили, меня совершенно не волнует, его модель есть в интернете, ее каждый кто хочет можете скачать. А то есть она уже в интернете в доступе? Либерейтор называется пистолет. В честь, да, кто не знает, был пистолет во времена Второй мировой войны, который американцы сбрасывали с самолетов европейским партизанам. Однозарядный, назывался Либерейтор. Очень дешевый, сделанный штамповкой под патрон 45 АЦП от американского Кольта. Максимум, на что его хватало даже той версии металлической, на то, чтобы парой пуль пристрелить кого-нибудь ближайшего эсэсовца и забрать у него нормальный пистолет или нормальный автомат. Этот еще хуже. То есть, ладно. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Хотела спросить у вас, вы говорили о том, что в грядущем будущем можно будет использовать металл в качестве материала для 3D-печати. Так вот, в связи с предыдущим вопросом о оружии, как вы можете сказать, будет ли это крепким и уверенным таким пистолетом или чем-то еще? Опять-таки, зависит от технологии спекания. То есть, я знаю, что сейчас уже есть и так производственные принтеры, которые печатают металлом, в том числе такие принтеры активно используют NASA для печати деталей металлических. Да, на таких 3D-принтерах оружие печатать можно. Но, понимаете, от того, что у вас есть принтер, на котором вы потенциально можете изготовить оружие, это еще не значит, что он должен быть под запретом. Потому что, я говорю, давайте запретим напильники, давайте запретим токарные станки, потому что вдруг кто-то там трубку вытачит, забьет ее порохом и будет да. А если вот можешь рассказать что-нибудь про 3D-печать, про адаптивные технологии, которые используются в аэрокосмической отрасли, потому что сейчас современные частные компании космические американские пытаются все больше и больше делать упор на изготовление деталей для двигателей непосредственно на 3D-принтере. То есть, что за материалы используются в этом, что это за детали, может быть, ты знаешь, и как бы делает ли это ракета надежнее и дешевле или наоборот? Ну, скажем так, раз серьезные компании эту технологию используют для производства, то наверняка это делает надежнее и дешевле ракету, потому что им вряд ли очень выгодно, чтобы у них ракета взорвалась на старте или не долетела. Точно какие детали сказать я не могу, у меня могут быть только догадки. Я понимаю, что в ракетах сопла и части двигателей могут иметь очень сложную структуру. И изготовление ее фрезеровкой, конечно, будет дольше значительно, чем с помощью трехмерной печати. Вот. Только такую могу информацию. Какой материал, врать не буду, с ракетной областью я совсем от нее далек, поэтому… Ну, вот печать там, ну, керамическая печать, то есть, такой вот применяться не может, условно. Или там печать сплавами… Там может использовать и печать и титаном, и керамикой, и там сплавление водостегловидного состояния керамики, что угодно. Все, что нужно. Кроме того, ракетно-космическая отрасль, она же сама развивается. То есть, завтра придумают, что очень крутой можно сделать ионный движок вот с такими частями из керамики, но керамику лучше сделать с помощью спекания лазерами с порошка, ну, сделают. На заднем ряду я попрошу только чуть тише быть гостей, а то прям даже я здесь слышу. Давайте передадим микрофон. Спасибо. Я хотела спросить, а как вообще загружается изображение, что оно потом получается 3D-моделью? Я начал как раз с этого рассказа. Модель может быть сделана в каком-то 3D-редакторе, типа того же 3D Max, если знаете. 3D Max, MyInventor, то есть любая трехмерная модель загружается в программу слайсинга, которая послойно ее нарезает. Автоматически все, да? Автоматически, да. И она просто по этой модели генерирует сценарий для движения печатной головы. Причем еще, естественно, с различными настройками, благодаря которым там можно задавать внутреннее заполнение, толщину слоя, точность. Оно печатает сейчас уменьшенную версию замка Хаула, который тут, где-то тут. Поэтому, кто хочет, может подойти посмотреть, как оно заполняет. Можно разные заполнения ставить, различные геометрии. Оно все это автоматически генерирует. Записывается в файл, записан на SD-карту и все, принтер это подхватывает. Спасибо за ответ. Здравствуйте. У меня вопрос про SLA технологию. Можно слайд вернуть? Да. Вот как полимер остается на вот этой платформе, а не прилипает ко дну вот этого резервуара? Вот тут самое начинается интересное. Я специально, чтобы дать обзорный рассказ про технологию на этом не заострял. Внимание. Как начнем сначала. Как платформа прилипает? Понятно, просто она погрузилась, к нагретой платформе металлической он припекся и все, он прилип. с дном ситуация такая, что в некоторых принтерах присутствует специальный подвижной механизм, который за один угол закреплен у этой камеры, другой управляется допустим сервомотором и он аккуратно накреняет эту емкость и потом возвращает ее. Заодно еще происходит перемешивание этой смолы. То есть он аккуратно ее отклеивает. Есть SLA-принтеры, у которых мало того, что это прозрачное дно пропускает лазер, оно еще и полупрозрачно для кислорода. Из-за чего у нас не полимеризуется самая тонкая пленка возле поверхности этого дна. Это еще более дорогие принтеры, поскольку там еще специфичный нужно материалы использовать. Материал, если что, используется тот же самый, который используется для жестких контактных линз, которые как раз дышащие. Такие есть тоже технологии. То есть прилипание нижнего слоя к дну емкости это, конечно, бич технологии SLA. И вот все по-своему его решают. Спасибо. Так, еще руки поднимите, чтобы я сразу видел. скажите, пожалуйста, предусмотрена или существует такая технология, когда два экструдера гонят два различных вещества, которые потом как в монтажной пене соединяются и делают, что мы хотим. Я понимаю прекрасно, что физически это возможно. Пока не видел коммерческих версий принтера, которые оснащены такими экструдерами, есть многоэкструдерные версии принтера, в том числе и у нас в компании, но они рассчитаны на то, что просто гонят разные пластики, либо чтобы печатать многоцветные модели, либо чтобы печатать модель с водорастворимыми поддержками. То есть если у вас есть в модели какие-то нависающие компоненты, вы можете поддержки заставить принтер печатать водорастворимым пластиком и потом не отлавливать их, а просто кнуть модель в воду и подержать нам немножко. Принтеры, которые гонят два вещества, примерно как у эпоксидки, которые, смешиваясь в экструдере, сразу же полимеризуются. Не слышал про такие принтеры. Я прекрасно понимаю, что это связано просто с сложностью их использования. То есть будет забиваться сопло через некоторое время этими материалами, которые гонятся. С пластиком-то просто он через горячее сопло проходит, потом сопло очищается. А так принтер будет жидкостным каким-то? Пока коммерческих нет. В защиту из сала принтера хотел сказать, так как я на промышленном работаю. На промышленных вся схема наоборот построена. Форма опускается. Сверху по поверхности жидкости. Поэтому у них качество намного лучше, чем у настольных. Но при этом это все, конечно, дороже. При этом поправка еще на том, что эта технология срабатывает. Я даже сейчас не упоминал специально про промышленные СЛА. Во-первых, эта технология работает очень хорошо только в том случае, если у вас принтер очень тяжелый, и он стоит на виброзащитной платформе. Потому что как только у вас идут малейшие колебания, у вас идет рябь по поверхности жидкости, и у вас уже верхний слой, у вас точность уже сразу уплыла. Это раз. Второе, этот фотополимер, из-за того, что он дорогой, для частного использования или для мелкосерийного использования, то залить всю печатную камеру этим полимером не для многих даже производств экономично. Но вообще да. То есть, когда снизу вверх идет печать, там идет дозированная подача из картриджа полимера, которая хватает на печати там нескольких сотен слоев, допустим, потом идет добавка еще полимера. Когда вы всю камеру залили полимером, попечатали что-нибудь там, а почти не очень крупное, весь полимер еще и содержит все, что оторвалось от модели, плавает в этом полимере. Потом вы этот полимер просто сливаете. Ну, не сливаем. Там раз в полгода надо просто слить немного в нижнюю емкость и почистить. Ну, или профильтровать, да. Это для производства, конечно, нужно, но вот с виброзащитой, безусловно, крайне критичный момент. Еще хотел маленькую такую ремарку сделать. В защиту того, что оружие будет нереально распечатать. Нет, я не говорю, что нереально. Я говорю о том, что не надо запрещать 3D-печать. Нет, это понятное дело. Просто себестоимость очень-очень высокая будет. Например, Макаров, наверное, 100 тысяч будет стоить. Хотя его можно просто там… Ну, неважно. Мы сейчас не будем обсуждать цену на оружие. Куда-то не туда, в оружейную сферу мы вводим. А то еще ФСО нам тут влепит. Оружие – это плохо. Да, FDM-принтер. У него в качестве стола, по сути, вращающаяся трубка. Ну, то есть он печатает по кругу. А расскажи, кстати, подробнее про промышленные образцы 3D-принтеров, потому что 3D-печать, промышленные образцы принтеров, они вроде как уже достаточно давно существуют. Только для общества, по сути, это была открыта 3D-печать, когда появились более-менее бытовые принтеры. То есть подробнее расскажи, чем отличаются. Ну, вот, кстати говоря, на слайде Printbox One ранний и 270-й, когда я упоминал про печать для Калашникова, это как раз вот эти принтеры. Так, давай без оружия попробуем. Ладно, все. А то скоро точно придут за нами. Больше сегодня про оружие не будет, обещаю. Такие принтеры уже используются как производственные. В том числе и этот планировался еще при его разработке и как настольный принтер для хобби, и как принтер для мелкосерийного производства. Безусловно, есть FDM-принтеры, огромные из печатной камеры, там метр на метр на метр и еще больше, которые выглядят как шкаф и могут вам распечатать FDM-технологии стул. Такие принтеры есть. Был упомянут принтер SLA производственный. Ну, по сути, это здоровый холодильник. Технология, так или иначе, одна из основных трех, которые я упомянул. Ну, плюс-минус некоторые вариации. Либо перевернута эта вся кинематика, либо не перевернута. Но суть остается той же самой. Поэтому, смотря какой объем производства, то есть вот это уже производственный принтер. Ну, имеется в виду вот такие большие принтеры, которые, ну, то есть на заводах стоят, такие махины там с человеческий рост. Нет, огромные махины с человеческий рост. Чаще всего это SLS-принтеры, которые как раз лазером спекают из порошка. Они еще часто находятся внутри некой камеры, куда либо инертный газ подается, либо из которого, наоборот, выкачивается воздух, который из металла печатают. Это SLS-принтеры. Они могут быть маленькими настольными, они могут быть гигантскими, как шкафы, чтобы напечатать там партию деталей за один заход. То есть в таком принтере создается вакуум? Ну, технический вакуум. Ну, понятно, что не стопроцентный. Это реально. То есть тут нет никаких суперсложностей с созданием технического вакуума. Нет, это активно использующаяся использующаяся в производстве технология. Во многих областях вакуумные камеры для напыления используются. Я просто про… Хоть я про принтеры более-менее слышал много, но про вакуум там… С металлом сложности. Это понятно, чтобы не было окисления и прочее. Так, поднимайте руки. Спасибо. Я вот хотела спросить по времени. Вот, например, такой вот замок, он сколько… Этот замок, сейчас скажу, он напечатался из двух основных частей, и там мелочевка еще подклеивалась. Наверное, основные части где-нибудь там возьмем условно 8 часов и еще там часа 4-5 на вторую часть. Наверное, 4. Примерно основная модель. Но скорость печати зависит, во-первых, от того, какую скорость я задал для движения печатной головы. Во-вторых, от толщины слоя. Если грубее слой и быстрее скорость, то это быстрее напечатается. Спасибо. А еще вопрос по странам. Вы показали, что Китай в био далеко продвинулся. Ну вот Америка. Какие еще страны лидируют? И еще вопрос. Если кто-то заинтересовался и хочет это изучать, будущее или развивать, то какие, может быть, вузы или опять-таки страны. Если говорим про 3D биопечать, ну пока что как раз 3D printing solutions, которые биопечатью занимаются у нас. Честно говоря, в России я больше не слышал, чтобы кто-то настолько уже активно, успешно занимался печатью клетками, биопечатью именно. Если мы говорим про просто трехмерную печать, ну что интересно, такая ремарка небольшой жизни, когда я поступал в Баунг в свое время, там весь народ мечтал обязательно на программистскую кафедру, обязательно с компьютером работать. Все были энтузиастами, обязательно за компьютер, обязательно программировать. Также и здесь, сейчас программирование компьютера, оно используется везде. Также и с трехмерной печатью, оно тоже будет использовано, сама технология будет использована все шире и шире. Поэтому, если интересует именно технология трехмерной печати, ее развитие, то там скорее идет речь о том, что нужно идти на инженерные специальности. Если интересует биопечать, разработка биоматериалов всего суспензии, чем печатают и новых технологий, связанные с выращиванием чего-то, конечно, в биологию. Если интересует разрабатывать принтеры специально под биологические задачи, наверное, сначала податься в инженерию, потом переметнуться быстро к биологам. Так, есть ли еще вопросы? Ага, есть. Передайте, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. Вопрос про печать органов. Коллагеновая матрица, в которой заселяются клеточные культуры, при какой температуре она экструдируется? Не знаю. Это лучше спросить у тех, кто проходил стажировку в 3D Bioprinting Solutions. Понятно. А каким образом обеспечивается собственно приживаемость данных клеточных культур в данном коллагеновой решетке? Тот же вопрос к нашим уважаемым стажерам. Могу дать микрофон. Там примерно плюс 5 градусов. Просто там реализована была такая насадка, мини-холодильник, который ставился на экструдер и, собственно, печатал коллагеном. То есть, когда коллаген проходил через этот своеобразный холодильник, он застывал при комнатной температуре. Собственно, вопрос без совместимости, но он еще пока открыт, потому что постоянно ведется разработка новой гидрогелии. Спасибо. А не садитесь, подождите. Можно к вам еще вопрос? Молодой человек. Если я правильно понимаю, вы стволовыми клетками печатали, да? Как бы дифференцировку в ту ткань? Нет, мы печатали сфероидами из фибробластов. А, то есть чисто соединение ткани печатали, да? Нет, стволами, понимаете, очень дорого. То есть фибробластами. Культивировали фибробласты, из них делали сфероиды. Сфероиды. Собственно, 3D Bioprinting Solutions, она знаменита тем, что она выступает за 3D биопечать сфероидами. То есть, а что именно вы печатали? Мы печатали просто решетку, как бы в плане стажировки, чтобы посмотреть, как это все печатается, и как эти сфероиды, они потом распространяются в культуральной среде из этой решетки. А, отлично, спасибо. Но мышки мы, как бы, ничего, конечно, не имплантировали, а в 2015 году, да, 3D Bioprinting Solutions, они конструкт щитовидной железы сделали. А вот просто, может быть, вы знаете, как бы не выделали, да, как бы мне интересно направление пролиферации, как определяли для стволовых клеток, да, потому что, ну, как бы засунуть туда ответ можно, там не стволовые, до стволовых еще никто не дошел. Я понимаю, я понимаю. Подождите, вы сказали щитовидной железы, да? Да, но они брали клетки уже готовые, то есть они не пролиферируют. То есть они взяли стволовую самую щитовидную железу, они шинковали, там, через миксер пропустили, получили клетки, да, как бы отдельные, и имя уже печатали, да? Не шинковали, конечно, но у них есть хорошая, как бы, статья, вот, там все очень подробно расписывается. Спасибо большое. Спасибо. Очень здорово, когда аудитория готова сама лекции рассказать. Надо будет подумать о таком формате в следующий раз. Давайте, наверное, на этом будем заканчивать. Поблагодарим Даниила. Спасибо всем, кто пришел вас слушать. Да, я думаю, тут по залу еще ходят детальки. Если кто еще не успел потрогать замок Хаула, у него еще есть возможность. Вы можете задать вопросы уже в личном общении Даниилу. И спасибо, что вы сегодня пришли. Спасибо. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...